Старые сельские домики с необычными черепичными крышами – спокойная провинциальная жизнь. А ведь буквально в километре отсюда оживленный центр Одинцова. Первые упоминания о сельце Яскина на пруде встречаются в 1627-м. Им владели именитые дворяне. Был построен храм Иоанна Богослова. У нее сложная судьба у этой церкви. Более того, при работах в 80-х годах здесь был найден колокол от этого храма, который сейчас хранится в Одинцовском музее. Сегодня село Яскина является частью Одинцова. Зоя Алексеевна живет здесь 13 лет. Уже не существует старинного пруда, разрушаются необычные домики, фруктовые сады зарастают сорняками. Но она помнит, как на этом месте кипела жизнь. Вот там в конце деревни называли как бы площадкой танцевальной или как ее. И остров, например, был. А после острова была вода. Там были проложены эти самые, ну, из дерева эти. Настилы. 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 Вот туда ходили на танцы. А потом все это там поломали, все. И выходили. И я ходила. Жить здесь было очень престижно. В селе работала большая двухэтажная школа собственной котельной, где учились ребята со всей округи. Последняя страница этого села связана с заводом имени Хруничева. Как мы знаем, один из таких передовых заводов, который внес огромную лепту в освоение космоса. Здесь строились такие немецкие домики, кто-то говорит финские домики. Называют по-разному. По-разному, да. Это 50-е годы. Для работников этого завода, вероятно, для непростых работников этого завода. Ни господский дом, ни храм, ни оранжерея Софьи Корзинкиной, последние владелицы села, до наших дней не дошли. Давно закрыта и школа. Так называемые финские домики тоже станут историей. Подробнее об интересных фактах села Яскино смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Артём Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.